Привет, мои хорошие, с вами Селена Свея. Долго настраивала здесь камеру, потому что я снимаю на фронтальную камеру. У меня сейчас море освещения здесь впереди, но сзади солнечный свет перебивает всё. Ну, я надеюсь, что вам комфортно смотреть на меня. Не сильно темно, сзади не сильно светло. В общем, посмотрим. Сегодняшнее видео я хочу посвятить маг-картам. Вот такая вот пашечка у меня, всё в цвет, видите? В комментариях, в видео я рассказывала о маг-картах мельком, да, и были люди, которые заинтересовались и сказали, Селена, расскажи поподробнее о маг-картах, что это такое и с чем это едят. Ну, первое, что я хочу рассказать о маг-картах, да, что это такое? Это карты. Переводятся метафорические ассоциативные карты. Обычно с ними работают психологи, но также их можно приобрести вообще самостоятельно. На Вайлберис много продаются, на Зоне, в книжных магазинах. В принципе, в каждой коробочке, да, или как там вот приходит, у меня много разных коробочек приходит, ещё и инструкция о том, как с ними работать. Но сразу скажу, что самостоятельно это такая довольно поверхностная, может быть, работа, да, особенно если нет навыка задавать себе вопросы, глубже копать. То есть карты сами по себе, они очень интересные. Что они сами из себя представляют? Сейчас расскажу, и расскажу потом про инструкцию, потому что, например, я сама себе могу что-то подсветить, но не так, как это сделает психолог, который будет работать со мной и работать с этими картами. Вот, ну, может быть, даже и не психолог, а просто человек, который со стороны будет задавать вопросы, и который, может быть, имеет такой пыткий ум, интересующийся, да, и тогда, когда человек смотрит на эти карты, сможет вытащить из него как можно больше. Но здесь очень важно понимать, куда мы идём, что мы хотим подсветить этими картами, что нам начинают карты показывать, да, то есть это всё такой навык, и здесь очень хорошо обладать коучинговыми навыками, да, задаванием вопроса, и, конечно, на это обучаются. Я получила удостоверение о повышении квалификации, я проходила обучение 3 месяца, 3 месяца, 3 месяца, да, в школе Чеширский код, вот, ну, довольно дорогостоящее обучение, но маг-карты мне были очень интересны, потому что я очень люблю работать с метафорами, мы очень часто это применяем также на наших супервизиях, с коллегами, в работе, очень мне помогает, и я сама даже просто, бывает, с помощью метафоры какой-то, очень классно можно описать и свои чувства, и своё состояние, и с помощью метафоры даже трансформировать это состояние. Это очень классно, я собираюсь в этом направлении развиваться. И, конечно, после того, как я окончила, даже ещё не окончила психологию, ещё не получила диплом, я уже услышала, что там девчонки говорят о маг-картах, типа, когда человек запутался, и он не понимает, и не знаешь, куда двигаться, не понимает, что чувствует, не может как бы вглубь себя залезть, то маг-карты вот прям делают дела. И я такая, что за маг-карты, что за маг-карты? И мне девчонки рассказали, вот такие вот карты есть, я давай сразу штудировать, и, ну, порекомендовали мне школу, я, конечно же, сразу туда пошла учиться. Итак, что они собой представляют? Собой они представляют вот такие картинки, разные. Маг-карты, они бывают вообще абсолютно разные, я вам верх ногами показываю. Да, молодец, верх ногами показываю. Сейчас, секундочку. Вот так, да? Вот они, разные вот такие вот картинки. У этих карт нет толкования, нет какого-то описания, нет никаких значений. Эти карты созданы для того, чтобы заглянуть в наше подсознание, в моё, в ваше, в наше. И благодаря психологу, человеку, который находится рядом, который умеет работать с маг-картами, умеет работать с психикой, знает, какие и как вопросы, в какой момент задавать, может очень многое прояснить, очень многое показать. Я их называю карты души, как зеркало души. То есть для меня это реально просто зеркало. Вот смотришь, и оно тебе всё показывает. Главное, главное начать говорить, да? И может быть даже человеку, который вот так вот смотрит на карту и может быть говорит, может быть ему не совсем всё понятно, но он говорит. И человек, который задаёт ему вопросы, который спрашивает, ему может быть уже даже намного понятнее и очевиднее, что происходит сейчас на карте, да? Что происходит с человеком, о чём он говорит и что из него выходит, что он показывает, да, как он отражается в этой карте. Вот. Есть абсолютно разные карты. Вот здесь у меня сюжетные карты. Есть у меня ещё колода с сюжетными картами. Есть разные. Есть универсальные карты, вот, например, с такими, да, картами. Очень красивые картинки такие. С ними можно работать вот как сюжетная, например, карта, да, что-то на ней происходит. Здесь можно также работать и со страхами. Она также может быть ресурсной картой. То есть есть тематические карты, которые работают с разными запросами. Например, денежная тематика, да, со страхами. Есть разные колоды. Я все их названия, конечно, не помню. Они авторские все, и у каждой колоды есть своё название. Вот, например, у этой нет только названия. Просто метафорические ассоциативные карты. Но с ними очень круто работать. Они очень нравятся моим клиентам, потому что картинки красивые, и прям идёт, льётся метафора из тебя, когда ты смотришь на эту карту. И работать с метафорическими картами можно на любые запросы. Это тема отношений, это тема финансов, это тема целей, это тема выбора, тема страхов, самооценки, уверенность в себе. И, в общем, в целом разнообразие, огромное разнообразие. И даже если есть какой-то вопрос, вот просто вопрос, на который ты не знаешь ответа, вот ты там в себе копаешься уже, и не знаешь, вот как на него ответить, какой же ответ, да, то благодаря карте, подобрав правильную тематику карты, да, можно задать этот вопрос и найти в этой карте ответ. Немножечко расслабиться, перестать как будто в себе копаться, да, ты как бы смотришь на карту и начинаешь просто описывать то, что на ней происходит. Работают эти карты с помощью проекции, да. Всё, что мы видим, всё, что мы думаем о людях, так или иначе, есть в нас. Иначе бы мы это просто не увидели. Просто бы не увидели, если бы этого не было в нас. Соответственно, проекция – это очень такая классная штука, через которую можно узнать себя и то, что у нас внутри. И метафорические карты с этим очень круто справляются. Вот. Многие путают метафорические карты, может быть, с картами Таро. Но в картах Таро, их можно, карты Таро, использовать как метафорические. Если мы просто берём карту и не читаем толкование, а только берём картинку и работаем с этой картинкой, то да, карты Таро также имеют какой-то сюжет, может быть, да, какую-то картинку красивую, которая может запустить вот этот процесс внутренний и наше бессознательное просто вытаскивать наружу и благодаря этому находить все ответы. Как вы знаете, я даже проводила голосование, да, что мозг наш работает, он всё считывает, он, ну, сколько всего, сколько всякой разной информации он обрабатывает, и сколько этой информации в нашем сознании. Конечно же, бывает нам очень сложно принять какие-то решения, найти какие-то ответы, но важно доверять себе. Все ответы всегда есть в нас. Просто не всегда мы можем прислушаться, очевидно увидеть что-то, да, как вот инсайты приходят, да, вот мы работаем, работаем, раз, и что-то инсайт, но он же был в тебе, он не пришёл откуда-то, что тебе говорят, делай вот так-то и вот так-то. Самые лучшие решения, самое чёткое понимание приходят от осознания, от того, что какие-то знания, какие-то чувства, какой-то опыт сложились в какой-то один момент, вот как в кубик-рубик, да, и пришёл инсайт, но он пришёл изнутри, от того, что уже у нас есть, от того, что уже мы знаем, и мы знаем очень много. Вот представьте, что на протяжении этого долгого времени уже насобиралось информацией невероятное количество, и мы можем пользоваться только, ну, может быть, 10% я не помню статистику, да, но я так предполагаю, где-то 10%, если не меньше, сознательно мы пользуемся, а всё остальное, огромный большой пласт находится в нашем бессознательном. И там есть очень много ответов на наши вопросы. И вот благодаря картам мы из нашего бессознательного, да, как бы отражаемся на карте, вот наше бессознательное отражается на карте и просто вытаскивает нам всё на поверхность сознания, и с этим очень круто работать. Вот, найти ответы можно самые неожиданные, самые непредсказуемые, но они точно будут откликаться, потому что они идут изнутри. Это никакое не гадание, никакое не предсказание, потому что здесь просто нет никаких ответов. И в одной и той же карте человек может увидеть своё. Можем поэкспериментировать, и вы можете в комментариях написать, давайте, например, я вам выберу карту какую-нибудь, а давайте любую карту, просто вот так вот вытащу её отсюда. И вы ответите мне на вопрос, что вы видите на карте, какие чувства она у вас вызывает, и о чём самым важным сейчас хочет сказать вам эта карта для вас. Вот такая карта, смотрите внимательно и пишите в комментариях, что видите, что происходит на карте, какие чувства вызывает эта карта у вас, и о чём важном она хочет вам сказать. Вот в эти ближайшие дни о чём эта карта хочет вам сказать. Что-то важное для вас. Можете поставить на паузу, понаблюдать, обратить внимание внутрь, на свои ощущения, внимательно рассмотреть карту, что вы на ней видите, и ответить на мои вопросы. Вот. И вы увидите в комментариях, что каждый увидит в этой карте своё. И нет значения правильно, неправильно, о чём говорит, о чём толкует эта карта. Толкует она о том, что у вас внутри. Я очень люблю эти ассоциативные карты. У меня есть абсолютно разные. Есть портретные, есть денежные, есть онлайн. У меня около... Раз, два, три, четыре, пять, семь. У меня около десяти колод оффлайн находятся, и около пятидесяти онлайн разных колод. Я составляю презентации, чтобы работать с группой, но и также, чтобы было удобно работать онлайн, чтобы я не вот так карту держала. Но это если определённая техника какая-то будет, презентации, которой у меня нет, то я могу провести и так. Так тоже можно, да, буду вот так карту держать, как сейчас, и показывать. Так я работаю онлайн. А вообще я готовлю презентацию, у меня уже готовые, про деньги, про отношения, про самооценку, про ресурсы. Я проводила уже групповые, с маккартами, практикумы. И девочки все были очень довольны. Вот ресурсная практика, которая была, которая показывает, куда уходит вся наша энергия, где взять эту энергию. Когда я провела ресурсную технику для группы девочек, они очень были довольны, и есть очень много даже отзывов. С маккартами ещё очень классно работать с детьми. Им это интересно в целом, и взрослым на самом деле очень интересно. И всегда, кому я проводила техники с маккартами, очень хорошие отзывы, потому что это такая немного расслабленная форма, здесь не надо как будто напрягаться, да, и вот чем-то думать, а просто смотришь и просто говоришь, что видишь. Это очень увлекательно. Я, конечно, в свою очередь, как мастер своего дела, я стараюсь вытащить максимально из бессознательного то, что может показать эта карта, и о чём она может говорить. Вот. В процессе, конечно, человек всё это наблюдает, и карта очень раскрывается, и человек раскрывается, и просто находит в моменте какие-то такие ответы, которые даже мог и не ожидать. Поэтому моя задача как можно больше отзеркалить, как можно больше показать вот этим зеркалом, что там находится внутри, да, и, конечно же, направить это на решение какого-то определённого вопроса. Что, например, можно узнать с помощью техники «Уверенное я». Это техника про самооценку. Карта может показать актуальное состояние, в котором вы сейчас находитесь, да, с помощью карты под цветем. Какая неуверенная часть есть в вас, что это за часть неуверенная, её функция, какую функцию выполняет эта неуверенная часть. также покажет карта уверенную часть вашу, да, что это за уверенная такая часть, чем она обладает, её тоже функции. И поможет прописать, осознать и понять действия, которые нужно сделать для того, чтобы эту уверенную я усилить, да, или, может быть, убрать вот эту неуверенную я. Но для начала с ними нужно познакомиться, увидеть их, как есть, да, что, как, разложить всё по полочкам. Это вот одна из техник «Уверенное я». Есть другая техника самооценки, например, что такое вообще самооценка для меня, да, и для всех она может быть разная. Точно так же карта показывает, что это для вас, что конкретно для вас и что вы хотите в этом сделать, да, как я себя вижу. То есть карта покажет, как вы себя видите, что хотите поменять, то есть вот на эти вопросы разные карты могут показать ответы. Что я не замечаю в себе? То есть карта может показать, на что вы не обращаете внимания и не замечаете. Представляете? Вы этого не видите, не замечаете. А карту, опа, и покажет. Изменения, которые вы хотите увидеть, да, что хотите поменять. С помощью карты это будет не просто вот в словах, может быть, как надо или не надо, оно будет идти изнутри, истинное такое, да, что на самом деле происходит. Ведь мы можем заниматься иногда самообманом, а не иногда, даже очень часто мы занимаемся самообманом. Почему я говорю, что очень сложно, ну, довольно-таки сложно, если не имеете навыка, проводить самой себе. Вот такие вот штуки. Мы глубоко не идём. Всё равно как-то поверхностно на карту смотрим. Карта может невероятную глубину показать. И также карта может показать, что делать, чтобы произошли изменения, чтобы было так, как хотите. То есть вот про самооценку на самом деле есть очень много техник, и я выбираю лучше эти техники, я их выбрала, они у меня отложены все, я работаю с лучшими техниками, с которыми только можно работать с маккартами. Также есть денежные, например, вот, ну, просто немножко подсвечу, да, что с помощью карт можно увидеть. Благодаря этой технике можно увидеть реальное положение дел с деньгами и финансами, цель, к которой хотите прийти. Очень трудно иногда формулировать свою цель, что я хочу. То есть ко мне часто такие приходят клиенты, которые говорят, я на самом деле не знаю, что хочу, да, и мы работаем с этим, в первую очередь, понять, что я хочу. И то есть мы можем просто сказать, там, я хочу вот так-то, вот так, вот цель моя, вот такая, да. Но с помощью карты мы её увидим более истиной, потому что она будет идти из самого вот-вот прям нас, да, а не, опять же, навязанные цели, навязанные желания социумом, родителями, друзьями и многое другое. Препятствия, которые мешают на пути достижения цели, тоже можно увидеть через карту. Что важно сделать для преодоления этих препятствий, тоже с помощью карты можно это подсветить. Что не делать, карта может показать. То есть даёт полную раскладку вообще ситуации, и, конечно, когда мы очень много из себя всего вытаскиваем, да, и оно прям всё на поверхности, всё становится ясным и понятным. И, конечно же, благодаря карте находим ресурсы, которые помогут нам вообще сделать все эти изменения. и прописываем уже конкретные шаги, которые можно сделать в ближайшее время на достижение своей финансовой цели. В общем-то, вот так примерно работают карты. Я с ними очень люблю работать, они очень эффективны, очень интересны, с ними интересно работать. Не только мне, но и клиентам. Так что приходите, записывайтесь. Кстати, может быть, даже если, да, вот не знаете. Чаще всего, конечно, ко мне приходят в первую очередь просто на консультацию для начала. Просто на консультацию, чтобы вот рассказать, что беспокоит, и мы уже немножечко исследуем ситуацию, да, и тогда уже видим план работы. И маг-карты обычно я уже после консультации, да, когда мы немножечко поработали, я уже вижу этот план работы и примерно уже понимаю, куда и кому их лучше применить, да, нужны они, не нужны. Но есть люди, которые просто им интересно работать с картами. И, допустим, на психологическую консультацию они вообще не знают, боятся и так далее, да. А вот, например, с картами было бы интересно прийти и просто вот что карты покажут, да, вот давайте, вот, например, технику с самооценкой. И всё. И мы вот начинаем работать с картами, а там уже разворачивается много всего интересного. И для вас самих может стать много что очевидным, понятным, и там уже определяетесь с дальнейшей работой. Например, может быть, другую какую-то технику, другой какой-то запрос, да, или пойти в терапию, возможно, захочется. Поиграть, возможно, захочется. Вот, кстати, очень классно с играми. Они тоже, игры работают, по методу проекции. И бывают, ко мне в терапию заходят как раз-таки после игры, потому что заходят поиграть, очень интересно, походить, что-то такое азартное, да, но игра разворачивается очень классно, очень ярко, что человеку становится понятно, ах, вот оно что, ах, вот оно что. И ему, конечно же, он себя начинает лучше понимать и видеть, и он сразу хочет и с этим поработать, и с этим поработать, потому что знает, что вот это, вот это ему мешает прям, на какие-то вещи нужны время, вот. И записывается прям в терапию, у меня после игры часто приходит. Бывает наоборот, что людям нравится, вот они пришли, например, прошло у нас там 3-4 сессии, да, произошли какие-то изменения, человеку нравится, что происходит, им хочется продолжать, то есть не хочется останавливаться, хочется продолжать ходить к психологу, но вроде как уже всё хорошо, всё наладилось, прекрасно себя чувствую, хотя понимаю, что что-то ещё есть, с чем-то ещё хочется поработать. Я же не дзен уже поймал, да, что-то есть ещё поработать, но конкретно что не знаю. И тогда тоже человек приходит на игру, записывается, а мы тогда играем, и игра, она ещё подсвечивает какие-то вещи, с которыми можно также поработать в терапии. В общем, это классно, интересно, это познание себя, это такой интерес к себе, если вы увлекаетесь психологией, если вы подыскиваете себе психолога, я могу быть одним из тех, кого вы присматриваете себе. Если вам интересны метафорические карты, если вам интересны игры, если вам интересно узнавать, себя знакомиться с самим собой всё больше и лучше, то я могу вам в этом помочь. С помощью чего выбираете вы сами. Можно прийти на личную консультацию просто, можно выбрать одну из техник с метафорическими картами, можно записаться на индивидуальную игру. Кстати, я работаю как в группе, так и индивидуально, но в последнее время записываются чаще индивидуально. Есть свои плюсы и в индивидуальной работе, и в групповой. В групповой работе плюс такой, что когда мы собираемся группой, нам группа и другие люди, когда мы наблюдаем за ними, что у них происходит и как происходит, начинают подсвечивать, много нам что подсвечивает, мы видим, как это работает на других, сразу же понимаем, что это и в нашу сторону точно так же работает, хотя у человека может быть какое-то сопротивление, да, и он такой, что, 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 а в 7 раз, и вот понятно, очевидно. Благодаря другим людям можем подсвечивать что-то себе, также перенимать другой опыт какой-то, участников практикума, вот. Но когда работаешь индивидуально, люди раскрываются довольно глубже, то есть, во-первых, всё время направлено на тебя, ты можешь выбрать удобное время, потому что группу я собираю там раз в неделю в определённое время, и не всем это удобно. А когда индивидуально, ты можешь выбрать для себя время и день удобный, всё время посвящено тебе, вся концентрация на тебе, и, конечно же, когда тет-а-тет, раскрываться легче, говорить о каких-то своих страхах, о своих каких-то, может быть, комплексах, о каких-то вещах, о которых ты никогда не говорил, и, может, даже и себе я никогда не признавался, но тут вот ты заметил и решил об этом сказать, это обсудить. И, конечно, работа происходит более глубже, когда это индивидуально, вот. И поэтому чаще всего записываются на индивидуальную. Цены вы можете найти по ссылкам, кстати, сейчас я с маккартами там ещё допишу, и цены будут по ссылкам, имейте в виду, что с 1 марта у меня будет повышение цен. Знаете, что с 1 марта будет повышение цен, поэтому в этом месяце, если вы хотите попробовать, то обязательно приходите, мы с вами ближе познакомимся в сессии, посмотрите, как я работаю, ну и закроете какой-то свой запрос. Запрос. Всё, переходите по ссылке, там также можно записаться через WhatsApp, а также пишите в комментариях, если остались ещё вопросы по метафорическим картам, я с удовольствием отвечу в комментариях. Всё, люблю вас, целую, всем пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!